Владимир Рудаков Владимир Рудаков Владимир Рудаков Владимир Рудаков Владимир Рудаков И как вообще мы должны относиться к этой легендарной фигуре? Я всегда, уж извините, начинаю свой рассказ про Евпатия Калаврата, про казус Евпатия Калаврата, с такой фантастической историей, которая заключается в том, что если бы мне когда-нибудь предложили написать книжку из серии ЖЗЛ по поводу главного героя эпохи монголо-татарского нашествия на Русь, мне предлагают это делать, мне просто делать это некогда. Наверное, правильно сказать, если бы мне предложили, и у меня было бы время это сделать, я бы, конечно, написал книжку в серии ЖЗЛ про Евпатия Калаврата. Объясню почему. Задачки несколько условий. Это должен быть один человек, лицо которого можно было бы поместить на обложку такой книжки. Это герой времени один. Это должен быть герой, именно проявивший себя в борьбе с монголо-татарским нашествием, а не просто современник этого нашествия. И если выбирать из всех деятелей эпохи такого человека, подпадающего под эту характеристику, наверное, это был бы Евпатия Калаврата. Понятно, что с изображением на обложку такой книги были бы проблемы. Никакого аутентичного изображения Евпатия Калаврата, конечно, нет. Ни фотографии, ни даже иконописного изображения. Он не был прославлен церковью, поэтому у нас и такого изображения не имеется. Тем не менее, вот такой вот человек из легенды, нереальный исторический персонаж, а человек из легенды, на мой взгляд, и мог бы соответствовать критериям человека, которого можно было бы назвать герой борьбы с монголо-татарским нашествием. Прежде чем обосновать эту позицию, я хотел бы несколько слов сказать о том, какие есть версии, гипотезы и почему эта личность легендарная. Ну, Евпатия Калаврат. Что это за человек? Что это за имя? Что это за история? И что это за истории вокруг его имени? На самом деле, когда начинаешь заниматься этой проблематикой, читать современную литературу, оказывается, что вот такой вот герой 13 века вызывает большой интерес в людей. И люди способны создать целый ряд мифов по поводу Евпатии Калаврата, но прежде всего по поводу имени. Судя по всему, Евпатия – это производная от имени Ипатий, и это имя известно в Древней Руси, и не только в Древней Руси, это имя целого ряда православных, и не только православных, но и католических святых, которые почитаются в том числе церковью и той, и другой, и западной, и восточной. Связано это с тем, что целый ряд ипатиев прославили себя подвигами во имя Христа еще до разделения церквей на западную и восточную. Например, известный такой святой ипатий Триполийский, Триполий, это Ливия, да, который жил в правлении императора Веспасиана и был замучен за то, что остался верен христианству. Есть святой ипатий Гангский, это местечко Малой Азии, который жил в IV веке нашей эры. То есть огромное количество, человек 5-6, по крайней мере, святых с именем ипатий, которые могут быть небесными патронами того Евпатия Калаврата, о котором идет речь. Казус Калаврата, помимо прочего, связан, например, с тем, что мне недавно попалась одна такая популярная работа про Евпатия Калаврата, в которой вначале выдвигалась версия о том, что ему дано было имя в честь Евпатия Триполийского, а в конце заканчивалась прославлением ипатия Гангского. То есть здесь даже в голове одного автора могут уместиться самые разные концепции происхождения этого имени. В ряде русских источников упоминает свое имя Евпатия Львович. Откуда оно возникает, мы тоже не можем понять, но тем не менее оно фигурирует в источниках конца XVI-XVII веков, и у нас таким образом возникает целое имя, отчество и фамилия, как кажется. Но это на самом деле не фамилия, а прозвище Калаврат, которое само по себе порождает целый ряд отдельных гипотез, самая распространенная из которых – это гипотеза языческая. Целый ряд современных исследователей пишут целые труды по поводу того, что на самом деле в сочинении, посвященному Евпатию Калаврату, как бы втайне тогдашние язычники, якобы существовавшие на территории Рязанского княжества, продвигали своего языческого такого деятеля Евпатия Калаврата, и это имя связано с Калавратом, который является символом бога Сварога, и сына его Дождьбога, и в этом смысле это вот такой вот рудимент язычества в уже христианизированной Руси. Есть другая версия, которая тоже иногда встречается в популярной литературе, что Калаврат на самом деле – это прозвище чешского происхождения, и что якобы выходцы из Чехии каким-то образом оказались в Рязанском княжестве XIII века, и вот Лев Калаврат, якобы вот этот тот самый отец Калаврата, Евпатия Львовича, и был вот тем самым мигрантом из Чехии, оказавшимся в Рязани, и давшим такое вот необычное, вроде бы необычное для Руси прозвище. Ну и, конечно, есть версия дружинная, так называемая, согласно которой Евпатия не был ни чехом, ни язычником, а просто это прозвище дано ему было из умения сражаться двумя мечами, которое он вроде бы должен был вращать по кругу, потому что Калаврат – это некое такое вот колесо там, да, или вращение по кругу, что-то вот вроде этого. На самом деле, действительно, Калаврат – это круговорот, круговое движение – это одно значение слова. Другое значение этого слова – это инструмент для сверления, то есть, иначе говоря, синоним современного слова «Калаворот». Ну и надо сказать, что в словаре русского языка 11-14 веков есть еще одно значение слова «Калаврат» – это еще и орудие пытки, при помощи которого, значит, вот человека мучили таким вот образом. На самом деле, на мой взгляд, искать какие-то языческие следы здесь совершенно не нужно, потому что такого рода прозвища в честь каких-то орудий труда или каких-то иных приспособлений на Руси – обычное явление. Я вот специально заготовил, просто отксерокопировал, на самом деле, генеалогические таблицы, приведенные в книжке нашего выдающегося историка Александра Александровича Зимина «Формирование боярской аристократии на Руси». И здесь просто вот перечислены имена представителей русской аристократии 15-16 веков. Семен Лютый, я просто вот на вскидку. Семен Лютый, Александр Беззубец, Михаил Дурной, Иван Харьяк, Василий Овчина, Иван Жерть, Иван Мунында, Мунында, Данил Щеня, ну, огромное количество всяких. Иван Пупок, Федор Ламака, огромное количество самых занятных времен – Яков Курица, Василий Дурак, Андрей Дурной. То есть на этом фоне Асафий Трегуб, Василий Бражник. На этом фоне прозвище «Коловрат» – обычное совершенно явление, которое, в принципе, Иван Шелуха, например, Иван Бородатый Дурак даже. Я напомню вам, что, скажем, даже ростовский архиепископ, духовник великого князя Ивана Третьего, Васян, носил прозвище Васян Рыла. Это конец вторая половина 15 века. То есть прозвище даже неблагозвучное и даже странное на первый взгляд были вполне в ходу на Руси и 15-16 веков, и, судя по всему, и раньше. Многие из них стали базой для формирования русских фамилий. Там, скажем, «Неплюй» – это производная для будущих фамилий «Неплюевых», «Третьяк», «Третьякова» и так далее. Так что в самом прозвище «Коловрат» нет никаких особых таких вот явлений, кроме того, что оно, конечно, такое достаточно, может быть, необычное для современного слуха. Когда жил Евпатий Коловрат? Опять-таки в одной очень популярной работе я прочитал очень хорошую историю про то, как определяется дата его рождения. Евпатий Коловрат родился в 1200 году, как сказано об этом в советской военной энциклопедии. Значит, не случайен такой ход, значит, такого профанного историка, потому что действительно ни в каких источниках аутентичных мы не встретим никаких упоминаний о времени и месте рождения Евпатия Коловрата. Соответственно, все расчеты здесь могут быть только сугубо относительные, и относительно они могут только от приблизительной даты его смерти. Если считать, что его смерть произошла в январе 1238 года, после того, как была татарами разорена Рязань, и до того, как был взят имя Владимир, значит, это вот где-то начало зимы 1938 года. А когда вот он родился, тут мы можем уже гадать, исходя из собственных представлений о том, в каком возрасте этот человек мог стать воином, ну и так далее. В 38 лет он стал таким вот опытным, в 35, может быть, в 24. Это совершенно гипотетические расчеты. Но самое главное, конечно, не в том, когда он родился, не то, каким было его отчество, не то, откуда взялось его прозвище, а то, что, вообще говоря, Евпатий Коловрат – герой, что называется, одного романа. Только в одном произведении русской литературы, в одном источнике по истории Древней Руси, в повести о разорении Рязани Батыя, Батыя мы встречаем этот персонаж. А это значит, что мы не имеем возможности проверить ни один из фактов его биографии по какому-либо другому историческому источнику. Такого рода информацию в источниках называют уникальной. И есть целая, на самом деле, философская дискуссия, такая методологическая дискуссия в исторической науке, как относиться к сведениям, носящим уникальный характер. Вот что делать со свидетельством источника, если только в нем говорится о том или ином персонаже, о том или ином событии. Можем ли мы доверять этому источнику, или, наоборот, мы должны не доверять этому источнику до тех пор, пока не найдем подтверждения в другом, независимом от него произведении. Вопрос, еще раз повторяю, мировоззренческий, потому что он отчасти, ну, как бы, сродни двум концепциям, концепциям презумпции невиновности и презумпции виновности, презумпции достоверности источника, либо его недостоверности. Мы можем считать, что источник один сохранившийся, это, может быть, фантазия, выдумка, раз он не проверяется ничем, а можем считать, что это так вот нам повезло, что хотя бы один источник остался. Представим себе, сколько источников погибло, и о каком количестве людей мы вообще не имеем никакой информации, которую мы не то, что проверить, а даже обсудить не можем. Тем не менее, мне очень нравится формула одного из современных публицистов, большого друга нашего журнала «Историк», вот автора одного из наших спецвыпусков, который называется «Крым. Страница истории», которую мы выпустили в этом году, «Страница истории с древнейших времен до наших дней», публицистов Егор Холмогоров, который в одной из своих статей, посвященных фильму о Евпатии Калаврате, вышедшем на экраны несколько лет назад, написал, мне кажется, очень точную вещь. Вот повесть о разорении Рязани Батыни, вот этот единственный памятник, которым речь идет о Евпатии Калаврате, это русская песня о Роланде, история поражения, которая великолепнее иных побед. Я думаю, что вот именно в том, что поражение, физическое поражение, гибель физической Евпатии Калаврата, произошедшее во время славного боя с полчищами монголо-татар, она, конечно, великолепнее иных побед, коих, надо признать это честно, в эпоху монголо-татарского нашествия на Русь, собственно говоря, и не было. Так что вот это некая такая вот вступительная часть, связанная с фигурой человека, о котором мы поговорим, и о том месте, которое занимает легенда о нем в общественном сознании. Ну, я напомню несколько, наверное, моментов из, собственно говоря, рассказа Евпатии Калаврате, потому что, ну, мне кажется, без этого нам дальше трудно будет размышлять о его поступках, о казусе Евпатии Калаврата. История очень запоминающаяся. В декабре 1237 года войска Батыя подошли к границам Рязанского княжества, и хан направил к Рязанскому князю Игорю Ингаревичу своих послов, прося десятины во всем. Это такой хрестоматийный сюжет, вы, наверное, его знаете. Понимая, что силы не равны, Юрий отправил своего посла во Владимир, к своему тезке, к великому князю Владимирскому Юрию Святославичу с просьбой о помощи, чтобы тот либо дал людей, либо сам пошел во главе войска на безбожного Батыя. Однако, как сообщает повесть о разорении Рязани Батыи, Владимирский князь и сам войско не повел, и на помощь воинов не послал, желая сам в одиночку сразиться с Батыей. Но поскольку помощи не последовало, Рязанский князь решает направить к Батыю посольство во главе со своим сыном, князем Федором Юрьевичем. Молодой князь привозит ставку хана дары и буквально молит того не воевать Рязанскую землю. То есть посольство с таким вот примирительным, с примирительным таким поручением направляется к Батыю. Однако про Батыя пишут, что он пришел не для того, чтобы мириться с Рязанцами, а для того, чтобы завоевать всю русскую землю. И поэтому, когда Батыя узнает, что у молодого князя Федора Юрьевича есть красавица-жена, он, как пишет книжник, «Порываем похотью плоти своей» требует от Федора Рязанского дать познать красоту его жены. Ну а в ответ Федор Рязанский произносит тоже хрестомантийную фразу, которая заключается в том, что «не подобает нам, христианам, приводить тебе, нечестивому царю, своих жен на блуд. Когда нас одолеешь, тогда и будешь владеть над нашими женами». После этого Батый разъярился и оскорбился, отдал приказ убить Федора Юрьевича. Весть о гибели Федора доходит до его красавицы-жены Евпроксии, которая в тот момент, как пишет повесть о разорении Рязани, стояла на превысоком храме. Иногда это переводят как «превысокий терем». И держала на руке любезный чадо своего князя Ивана Федоровича, младенца, значит, их сына. «Услышав скорбную весть о смерти мужа, она, как пишет книжник, ринулась с превысокого храма на землю и заразися до смерти». В память об этом событии якобы и появилось название города, где произошло прославление собственной Евпатии, Зарайск. Ну, понятно, что, конечно, это такая топонимическая легенда, не более того. Лингвисты считают, что, конечно, название города Зарайск произошло совершенно по другим мотивам, я не буду сейчас на этом останавливаться, но некая вот такая местная легенда есть, что Зарайск – это потому, что княгиня заразилась до смерти, то есть разбилась. Спустя некоторое время войска Батыя подходят к Рязани, князь Юрий из Рязански начинает собирать войска, говоря, «лучше нам смертью жизнь вечную купить, чем в поганой воле быть». Происходит сражение, силы неравны, рязанцы героически погибают в ходе пятидневной осады, не осталось в городе ни одного живого человека, все погибли, все это случилось за грехи наши, отмечает автор повести о разорении Рязани Баты. После чего хан Батый двинулся дальше на Владимир и Суздаль, а в это время о трагедии Рязанской земли узнает наш герой Евпатий Калаврат, который незадолго до нашествия Батыя был направлен в Чернигов, это примерно 800 километров от Рязани, и там он собрал малую дружину, как пишет автор повести, и приводит цифру. Этой малой дружины 1700 человек. Надо сказать, что цифра для того времени вовсе немалая, для середины 13 века дружина в 1700 человек это вполне приличный отряд, но это, кстати говоря, вот такой эпитет в отношении дружины малая дружина, лишнее подтверждение того, что письменный рассказ гораздо более поздний. Если считать, что он создан в 16 веке, а я об этом чуть позже скажу, то тогда, конечно, все это адекватно. Для 16 века 1700 человек это малая дружина, это действительно так. Так вот, с этой малой дружиной он решает отомстить, он догоняет войско Батыя и начинает сражаться с татарами, мужественно это делает, так, что сам царь, то есть сам Батыя, испугался, полагая, что мертвые восстали, воскресли для борьбы с ним. После долгого сражения, в ходе которого Батыя направляет на борьбу с Евпатией даже своего Шурина по имени Хаставрул, тоже такая легендарная фигура, оказывается, что невозможно победить войско Евпатии, тогда Батый приказывает применить против них стенобитное оружие, пороки, те самые орудия, при помощи которых разбивались стены городов и среднеазиатских, и русских, это такие, есть там на картинке, я не знаю, такие огромные машины, есть и их реконструкции, есть и их кинореконструкции, вот в фильме «Легенда о Калаврате», который недавно вышел на экран, ну там года два назад, эти машины тоже показаны. Вот только с помощью этих огромных машин и были, и был уничтожен Евпатий Калаврат, уничтожен почти всего его войска, несколько человек оказались в плену, но Батый настолько был потрясен мужеством рязанцев, что отпустил их с честью на волю, а про самого Евпатия сказал, если бы у меня такой воин служил, я бы его у самого сердца держал. Он даже разрешил воинам Евпатии забрать тело с собой, что, видимо, по замыслу автора повести подчеркивает, что даже такой вот лютый зверь, нечестивый царь, все равно готов был отдать должное такому великому воину. Чтобы вас немножко отвлечь от древнерусских цитат, я позволю себе процитировать вам памятник более поздний, уже послевоенный, XX века, Наталья Кончаловская, супруга известного детского писателя Сергея Владимировича Михалкова и мать его двоих детей, кинорежиссеров Андрея и Никиты Сергеевича Михалковых, значит, написала в свое время книгу, которая называется «Наша древняя столица». И там есть сюжет, в том числе, про монголо-татарское нашествие, в том числе, про Евпатия. «И вот у ног Батыя он, Евпатий Калаврат убитый, А хан Батый, Он окружен Угрюмых полководцев Свитой, Он сам собою говоря, Стоит и смотрит Потрясенный, На строгий лик богатыря, Бессмертием Смерти осененный, Монгольский меч В руке зажат, Тот меч, Которым дрался лихо, Рязанский воин Калаврат, И хан Батый Бормочет тихо, Когда б тот воин был моим, Близ сердца Я б держал такого, А над землей клубился дым, Он гнал людей, Лишенных крова, В леса, На страх Ордынским ханам, На славу Первым партизанам». Написала Наталья Кончаловская на самом деле к 800-летию основания Москвы в 1947 году. Вот такой рассказ про Евпатия Калаврата напомню вам, что он дошел в единственном источнике повести о разорении Рязани Батыем. Когда впервые этот источник стал известен? Да, наверное, про источник несколько слов скажу. Значит, он был достаточно популярным. Списки этого источника датируются временем не раньше XVI века. И сейчас известно примерно семь десятков списков этого произведения. Ученые, причем, делят их примерно на 13 редакций, там есть дискуссии, сколько их действительно. То есть это разные списки. Это говорит о том, что их переписывали, что-то добавляли, видоизменяли. Это не монолитный такой текст, раз и навсегда начертанный, отлитый в граните. Это говорит о том, что памятник весьма популярный. Но раньше XVI века следов его нет. И целый ряд признаков, которые мы находим в тексте, говорят, что действительно, скорее всего, раньше этого времени текст этот не мог быть записан. Ну, один пример вам привел. Малая дружина, 1700 человек для XVI века, характерная особенность. Другой пример заключается в том, что там, например, при описании воинов Батыя используется такой термин, как Санчакбей. Термин, который, судя по всему, тот человек, который записывал повесть о разорении Рязани, позаимствовал в повести о разорении Царьграда турками, которое, соответственно, разорение произошло в середине XVI века. Это турецкий термин, называющий там определенную категорию османских сановников, что тоже не могло произойти в XIII или даже XIV веках, когда, в общем-то, про османов на Руси ничего не знали. Когда этот источник введен в оборот уже в новое время? Сделал это Николай Михайлович Карамзин, который подробно, ну, не подробно, а, по крайней мере, фабулу рассказа про Эвпатия Калавратта транслировал в историю государства российского. Но наибольшую популярность этот сюжет получает уже в самом конце XIX века, когда в 1887 году был выпущен учебник по истории русской словесности Ивана Порфирьева, который Порфирьева, извините, Порфирьева, который лег на столы учащихся в гимназии и дальше эта повесть уже перепечаталась, транслировалась во всех других учебных пособиях по истории литературы, подчеркиваю, не истории как таковой, истории России, а истории литературы, и была обязательной частью хрестоматии, школьных программ вплоть до недавнего времени. Просто вот когда я учился в школе, мы читали отдельно повесть о Эвпатии Калавратта на уроках там в начальной школе. И это, естественно, очень сильно повлияло на представление монголы на татарском нашествии, потому что, конечно, школа является крупнейшим, мощнейшим инструментом, закладывающим фундамент исторических знаний, представлений для человека не только в России, но и в любой другой стране. Но при этом я хочу сказать, что настолько эти убеждения были сильны, что даже изданная в середине 80-х годов серия «Памятки литературы Древней Руси», изданная под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева, человек, который очень много сделал для изучения повести о разорении Рязани Батыема, который достаточно трезво смотрел на додировку этого источника, тем не менее, если можно, покажите там оглавление. Да, есть оно? А вы не сделали это оглавление? Плохо. Мы же говорили о нем. Значит, и вот если взять оглавление этого тома «Памятки литературы Древней Руси 13-го века», мы увидим, что именно там в произведениях 13-го века оказывается повесть о разорении Рязани Батыем. То есть, как бы, все равно исподволь его притягивали туда в ту эпоху, о которой повествует это произведение, но не в ту эпоху, когда оно было создано. Это, конечно, мешает адекватному восприятию того, что происходило. Сам Лихачев писал, что повесть о разорении Рязани Батыем это лучшее после слова о полку Игореве произведение древнерусской литературы. Ну, понятно, что на вкус и цвет товарища нет, тем не менее, я думаю, что в определенном смысле, конечно, это достаточно сильный памятник, его эмоциональное воздействие на читателей было достаточно велико, не случайно так много списков, так много редакций, такой большой интерес в Древней Руси к этому произведению. Надо сказать, что в Рязани вообще очень трепетно, видимо, относились к эпохе нашествия, настолько это было серьезное испытание для Рязани, что вот, скажем, в служебнике XIV века, который хранится в собрании Российской национальной библиотеки в Петербурге, служебник рязанского происхождения, есть такой хронологический расчет. От Адама до крещения русской земли 6496 лет, имеется в виду, да, по расчетам, по времени, а от крещения до взятия Рязани, имеется в виду взятие Рязани Батын, 249, то есть, ну, если так представить себе, три эпохальных события с точки зрения состоителю служебника. Сотворение человека от Адама, да, крещения Руси и взятия Рязани Батыни. Вот, в какую конво он вписывает это обстоятельство. Тем не менее, мы должны с вами обсудить еще вот какой вопрос. Почему легенда о Евпатии, почему рассказ о Евпатии оказывается записанным, так сказать, да, оформляется в произведение литературное, в повесть о разорении Рязани Батыем вот в этот период, в 30-е годы 16-го века. А ведь что это за эпоха? Это фактически эпоха маленького Ивана Грозного. Если мы представим себе монголо-татарское нашествие, эпоху, эпоху Грозного, мы видим, что это огромный промежуток времени прошел с тех пор. Почему спустя почти 300 лет возникает интерес к такой, казалось бы, уже давно забытой фигуре? Вот, ну, просто давайте на себя перекинем это, вот 300 лет назад, сейчас 2019 год, 1719 год. Что для нас этот период? Вот, что для нас, какой должен быть у нас мотив для того, чтобы из устных преданий, из устных легендарных рассказов вытащить какого-то, пусть даже героического человека и создать о нем произведение литературное? Мотив должен быть очень серьезным, учитывая еще и то, что обстоятельства сейчас в нашем распоряжении книги, истории, архивы, все остальное и прочее, а в ту эпоху никаких таких особых носителей не было, была лишь устная легенда, которую вдруг решили записать. Мотив, значит, был очень серьезный. Причина, я думаю, заключается в том, что уже тогда, в 30-е годы 16 века, было понятно, что именно Евпатий, Калаврат, является одним из немногих настоящих с точки зрения 16 века героев борьбы с монголо-татарами, что найти еще одного такого человека, про которого можно составить внятный рассказ, какую-то фабулу, очень и очень сложно. Это не значит, что таких людей не было, сразу хочу сказать, это не значит, что не было борьбы с монголо-татарами. Мы имеем огромное количество подтверждений тому, что такая борьба была, это подтверждение литературного плана, летописного прежде всего, это подтверждение археологических раскопок, в рамках которых находят людей, которые явно погибли во время, в период монгольского нашествия и явно не сидели сложа руки, а погибли с оружием в руках. Но тем не менее, феномен этого периода заключается в том, что ни об одном из этих защитников русских земель, русских городов не нашлось практически слов в письменной культуре. Связано это с двумя обстоятельствами, я думаю. Первое обстоятельство заключается в том, что вообще литература 13 века и 14, даже и 15, это литература, как одна исследовательница, написала князецентричная. То есть в основе литературы, если это не билетристика вообще, или если это не переписывание каких-то, перевод вернее, каких-то иностранных произведений, а литература, литописание о русских событиях, то литописание, оно, конечно, и князецентричное. Князь в основе лежит сюжета. Если мы возьмем русских князей той эпохи, то окажется, что среди них с точки зрения 30-х годов 16 века не будет ни одной фигуры, которую можно было бы назвать героем борьбы с татарами. Именно поэтому если бы мне предложили, и у меня нашлось время для книжки ЖЗЛ на тему героев, героя монголо-татарской эпохи, я бы ни одного из князей не предложил на эту роль. Ну, давайте просто перечислим крупнейших деятелей этой эпохи, князей, которые в то время жили, и поймем, что они к этому не имеют никакого отношения. Но самый известный, самый популярный, самый почитаемый князь эпохи монголо-татарского нашествия это кто? Александр Невский, правильно же? Александр Яслович Невский, который в это время совершенно верно находится в Новгороде и который, о котором, вернее, в контексте самого нашествия мы не найдем ни одной, не то что строчки, ни одного слова. Как написал в свое время один из крупнейших специалистов по этому периоду Владимир Андреевич Кучкин, правление в Новгороде позволило Александру Невскому какое-то время избегать контактов с татарами, что, судя по всему, правда, и это полностью подтверждается летописным материалом, потому что про события 1236, 1337, 1338, 139, 40, даже 42 года, когда он уже и герой Невской битвы, и герой Ледового побоящегося, вот все это происходит как бы параллельно с нашествием татаров, и они как бы в непересекающихся плоскостях существуют, Александр Невский и татары. Второй герой, тоже, ну, может быть, менее прославленный, но не менее известный, не менее героический, это Михаил Селочерниговский. Он, прежде всего, прославлен Русской Православной Церковью достаточно рано, вместе с своим боярином Федором, как человек, принявший мученическую гибель в Орде, будучи убитым там по приказу хана, потому что он и его боярин отказались проходить, подвергать себя языческим обрядам, сказали, что они, христиане, не могут существовать такие поступки, то есть поступили, кстати говоря, как многие мученики там еще римского периода, тот же, один, тот же, тот же Иепатий Трипалийский, о котором я вначале говорил, точно так же себя повел за это принял мученическую смерть. Так вот, они, Михаил и Федор, погибают в Орде, это происходит в 1246 году, но что делает Михаил Черниговский в момент нашествия Батыя? Чем он известен? А известен он тем, что в тот момент, когда на пороге русских земель оказываются татары, он ведет бескомпромиссную борьбу за княжение в Киеве, эту борьбу в конечном счете выигрывает, но в тот момент, когда татары появляются уже под стенами его Чернигова, он отсиживается в Киеве, не идет им на помощь, а в тот момент, когда татары, это 1939 год, а в тот момент, когда татары приближаются к Киеву в 1940 году, он просто бежит сначала в Угры, то есть к венграм, а потом, значит, в Польшу, потому что те его не принимают, и фактически все разорение Киева, драматическое, известное нам и даже зарисованное уже современными художниками, оно проходит без князя, который, собственно говоря, на протяжении нескольких лет вел очень серьезную борьбу с коалицией князей за то, чтобы обладать этим городом. В момент опасности он оказывается, так сказать, далеко, причем делает это не случайно, так сказать, он находился в длительной загранкомандировке, а эту длительную загранкомандировку он инициировал, как раз понимая, что ждет город, который в этот момент принадлежит формально ему. Таким образом, оборудование Киева, как мы знаем, организует воевода Дмитр, который там героически сражается, это отдельная история, но не князь. Еще один очень известный, особенно, так сказать, на Западе современной Украины князь Даниил Романович Галицкий тоже известен тем, что он собирается бороться с татарами, он даже идет на союз с римской католической церквью, принимает из рук папы корону, но это происходит уже в конце сороковых годов тринадцатого века, это происходит уже потом. А что он делает во время нашествия? А во время нашествия он бежит в Ляхи, в Польшу он бежит, он тоже убегает из своей земли, и Гальцево-Ковалынская земля также подвергается нашествию в отсутствие князя. Наконец, есть еще один человек, о котором, может быть, поподробнее надо сказать, это Юрий Всеволодович Владимирский князь, тоже прославленный, кстати говоря, русской православной церковью, в лике святого. Тот самый князь, который, если верить повести о разорении Рязанины, отправляются рязанские князья, отправляются рязанское посольство с просьбой о помощи. Как он себя ведет в этой ситуации? Про него есть более известный сюжет, и его вроде бы нельзя упрекнуть в том, что он отказывается от борьбы с татарами, потому что он погибает в процессе монголо-татарского нашествия во время известного битвы на реке Сити, как мы помним, в марте 1238 года. Но как это происходит? Как он оказывается на реке Сить? И, собственно говоря, что там именно случается? История достаточно запутанная, потому что в тот момент, когда татар оказывается под стенами Владимира, в начале марта 1338 года, самого Юрия там нет. Он покидает город, оставляя город на попечение своим сыновьям и своей жене, фактически, и епископу. Вот эти люди, как бы вот все, кроме него, оказываются в этом городе. Владимир – это очень укрепленный город, это одна из крупнейших, мощнейших крепостей не только северо-востока Руси, но и вообще русских земель, сопоставимая по своим, как бы мы сказали, тактико-техническим данным с крупнейшими оборонными сооружениями европейских стран, то есть в принципе, способные выдержать оборону в обычных конфликтах того времени, но нашествие татар – это не обычный конфликт, это не между княжеской усобицы, это лавина, с которой не сталкивались ни русские земли, ни европейские княжества, поэтому даже мощные укрепления Владимира не выдерживают эту осаду, и все, кто оказывается во Владимире, гибнут. Если будет время, я, может быть, поподробнее скажу, кто и как, и почему, но факт остается фактом – они гибнут. А Владимир в этот момент находится на реке Сити, если можно карту вот этой, да, посмотрите, пожалуйста, там отмечена современная Москва, ну, Владимир, Москва тогда – это вообще приграничная крепость, там с ней татары разделались в считанные часы, значит, Владимир и Сить – это север русских земель, это совершенно дикий край, он и сейчас-то не очень обжитой, и сейчас добраться на Сить, вот в прошлом году были там мероприятия, связанные с очередной годовщиной этой битвы, значит, 38-й год, 18-й, ну, соответственно, там сколько-то лет, да, туда тоже напрямую не доберешься, поезда там не ходят, то есть это достаточно глухие места. Для того времени это вообще глухомань чудовищная. Конец марта, вы себе можете представить, это, значит, по поясу в снегу, и если верить Владимирскому летописцу, Юрий Всеволодович отправляется вот в эти дебри для того, чтобы собрать войско и дать отпор татарам. Не для того, значит, у него альтернатива какая? Дать им отпор, возглавляя оборону одной из самых мощных на Руси крепостей Владимира, либо, оказывается, отправиться на север в дремучие непроходимые леса для того, чтобы собрать там войска других княжеств. Каких княжеств? Других. Судя по всему, тех же самых Владимира Сузовицких маленьких княжеств, которые в тот момент были, но почему-то это очень происходит далеко, в очень неудобных условиях, в отсутствии каких-то ресурсных баз, потому что для лошадей нужен корм, для воинов нужен корм, ну и много чего нужно, да, происходит же это в диком лесу в условиях только-только начинающейся весны, и дальше есть разные трактовки русских летописей. Владимирский летописец сообщает о том, что князь поехал туда для того, чтобы собрать дружину, собрать войска других князей, но ничего не успел, татары обошли его и убили, а новгородский летописец и вовсе пишет, что князь побежал, бежал, много раз пишет, бежал, бежал, потом, наконец-таки, его внезапно настигли и убили. То же самое спустя 70 лет пишет персидский историк Рашид Аддин. Он пишет, что сейчас, давайте я вам процитирую, чтобы уж точно быть, что эмир этой области банки Юрку бежал и ушел в лес. Его также поймали и убили. То есть вообще в персидской исторической традиции это вообще отразил, которая, видимо, опиралась на какие-то монгольские рассказы. Это вообще выглядит как некое бегство неудачное, которое закончилось для бежавшего человека трагедией. Короче говоря, как бы мы ни относились к поступку Юрия Всеволодовича, а еще раз скажу, сведения о нем очень отрывочные, сказать, что он прям вот герой противостояния монголам мы не можем. В лучшем случае можем сказать о том, что он погиб. Видимо, смертью храбрых, я уж не знаю, потому что, видимо, какой-то бой предшествовал его гибели, когда их окружили татары, но то, что он достаточно странно выполнял свои обязанности защитника русской земли с точки зрения, вот подчеркну это, я не хочу его обвинять голословно, с точки зрения людей 16 века, как минимум, это совершенно точно, потому что, скажем, в 16 веке есть такой человек Андрей Михайлович Курбский, вы, наверное, все знаете его, он вначале был ближайшим товарищем Ивана Васильевича Грозного, а потом, значит, отъехал в Литву и стал его не только врагом, но и, так сказать, литературным оппонентом. Так вот, Андрей Михайлович Курбский в одном из своих писем Ивану пишет про него, про Ивана, который покинул Москву во время нашествия Крымского хана, бегун и хороняка, то есть бежал, вот бежал, вот бегство, в том момент уже царя Ивана Васильевича во второй половине 16 века воспринималось, Курбским как явление абсолютно недостойное. Бегун и хороняк это прям вообще что-то вот предусудительное. Значит, наверное, в 30-е годы 16 века это было не менее предусудительно, потому что, скажем, еще за 50 лет до этого тот же упомянутый мной Васян Рыла на угру Ивану Третьему писал о том, что куда ты скроешься от ответственности? Ты пастырь войска своего, пастырь своего народа. Если ты бежишь, если ты сбежишь от наступающего злого волка Ахмата, ты, значит, пастырь бросишь на расхищение этого волка всю свою пасту, всю свою стадо. Куда ты скроешься потом от себя? От того греха, который ты тем самым возьмешь на себя. То есть, с точки зрения 16 века, это точно поведение не героя. Хотя, еще раз подчеркну, что смерть Юрия Всеволодовича могла носить достаточно героический характер, но в целом поведение как героическое вы, извините за такое маркетинговое слово, не продадите. Вот в эту историю, когда князь бежит из Владимира, в котором погибают его дети, жена, епископ, горожане погибают, а его потом настигают, убивают, вот это поведение в любом случае вы как героическое не продадите. Вот, собственно говоря, что мы можем сказать об этих вот крупнейших деятелях эпохи. Есть еще князья Владимирские, княжата, вернее, сыновья Юрия Всеволодовича, которые закрылись во Владимире и так или иначе вынуждены были организовать оборону. Про них тоже ничего в этом смысле сказать нельзя, потому что, если верить южно-русскому летописцу, например, речь идет о том, что они убоялись Батыя и вышли за ворота с дарами, но были убиты им и растерзаны как зверем, тоже героики мы не найдем. Если Владимирскую летопись брать, то они предлагают воеводе, которые видимо, человек старше их по возрасту, более опытный воин, выйти за золотые ворота и погибнуть, там умереть, потому что все равно какой смысл сопротивляться каре Господней в лице татар, что наоборот это неблаговидное поведение сопротивляться Божьей каре. Так уж лучше умереть сразу и как бы и все. Тоже мы не можем здесь найти каких-то примеров. Это мученики, но не войны. Мученики, но не войны. То же самое касается Михаила Черниговского, то же самое касается ряд других князей, которые мученики, они мученически погибают, но сказать, что они героически погибают, мы, самое главное даже не мы, а люди 16 века, конечно, не могли. На этом фоне иногда возникает ощущение, что борьбы никакой не было. Я отчасти уже про это сказал. Конечно, борьба была, и была борьба со стороны князей, судя по всему. Тот же самый Рашид Аддин, о котором я говорил, например, упоминает Рязанского князя, он пишет о том, что вот один из русских эмиров по имени Урман, судя по всему, Роман, выступил с ратью против монголов, но его разбили и умертвили, потом сообща в пять дней взяли также город Макар, считается, что это Москва, и убили князя этого города и так далее, и так далее. То есть, в принципе, сопротивление было. Был воеводы киевский Димитр, который сражался мужественно и организовал оборону, и даже Батыеву оставил в живых после этого, и даже как-то его привлек на свою сторону, по крайней мере, советовался с ним по каким-то вопросам. То есть, была героическая оборона Козельска, безусловно, который, как мы помним, татары прозвали злым городом, и которую фактически горожане осуществляли при малолетнем князе Василии, который тоже погиб, просто утонул в крови, как пишет летописец, которая лилась рекой в этом городе. То есть, героическая оборона была, но она не попала на страницы письменных источников. И о каждом из этих героев мы знаем только буквально строчку информации, которую в легенду, в героическую повесть не раскатать, не расписать. Князь Ярослав Севлович, родной брат Юрия Севловича, погибшего на Сити, соответственно, дядя тех князей, которые защищали и погибли город Владимир, он едет и договаривается с князем, с ханом, вернее, извините, о взаимодействии. Едет туда его сын Александр Ярославович Невский. Александр Ярославович ездил в Орду шесть раз, на минуточку. Современные историки подсчитали, что его поездки в Орду из его короткой жизни, а прожил он по нынешним меркам совсем немного, так вот, эти поездки заняли четыре с половиной года, просто потому, что дорога была очень длинная. Точно так же поступают, например, князья Васильковичи. У меня есть отдельная статья про этих князей, их звали Борис и Глеб, сыновья ростовского князя Васильки Константиновича, памятник которому стоит, кстати говоря, в Ростове-Великом, почти на берегу озера. Так вот, Василька Константинович, человек, который вместе с князем Юрием Селычем погибает на реке Сити. Про него Владимирский летописец пишет о том, что татары пытались его в свою веру обратить, что тоже, конечно, явно анахронизм, никакой особой веры у язычников в татарах в 13 веке не было, это, видимо, позже они уже как бы сюжет придумали такой, что вот они в веру, имея в виду, наверное, все-таки в бессерменскую, мусульманскую веру, но тем не менее, значит, они пытаются обратить свою веру, он говорит, что нет, они за это убивают. Так вот, сыновья этого Василька, князя Василька, Василька, да, тоже ездят в Орду и очень активно это делают. Один из них женится в Орде на татарской девушке знатного рода, ханского рода, другой из них по дороге из Орды вообще умирает, в известном смысле, повторяя судьбу Александра Ярославовича Невского. Вот Василька, Борис Василькович вообще восемь раз ездил в Орду, даже больше, чем Александр Невский. И очень неплохо, значит, там общался, летопись пишет, что они возвращаются с честью великой, их почтил хан во время поездки, хан их почтил в Золотой Орде и Сарай-Бату отправил их в Каракарум, столицу Монгольской империи. Я просто напомню эти расстояния, если говорить про Владимирскую землю, вот от нее до Сарай-Бату примерно 1250 километров ехать, а до Каракарума это район, ну, так сказать, если так, чтобы понятно было, озеро Байкал, это вообще четыре с половиной, даже с лишним, четыре с половиной тысячи километров и то по прямой. А если иметь в виду путь из северо-восточной Руси до Сарай-Бату, а потом до Каракарума, это вообще почти под шесть тысяч километров совершенно, да, понятно, там ни шоссейных дорог, ни железных дорог, и самолетом невозможно долететь. Это совершенно непроходимые земли, это суровый климат, это огромное количество испытаний, и это многомесячные поездки. То есть, вот, поездка через сарай в Каракарум занимала год-полтора, туда-обратно, это, ну, целое испытание для человека, какого времени. Это не восемь часов на самолете, да, с ужином и, так сказать, с вином в бизнес-классе, это, ну, так сказать, испытание, которое можно и не преодолеть, из которого можно и не вернуться. Так вот, вот на фоне вот такого поведения, я думаю, что героика, связанная с отражением нашествия, могла выглядеть просто, что называется, не в кассу, да. Есть некая статистика, как ни странно, потому что в Лаврентьевской летописи, Владимирской, отражающей Владимирской летописании, есть список князей, которых Бог избавил от руки иноплеменных, то есть тех князей, которые спаслись во время нашествия. Их на самом деле не так уж мало, их оказывается 13 человек. Из этих 13 человек мы точно по этому летописанию дальнейшему знаем, что 11 человек, то есть 85%, были в Орде, общались, значит, с темночными властями и получили от них добро на дальнейшее княжение. Про двух человек из этих 13 мы вообще ничего не знаем, то есть, возможно, они тоже посещали Орду, просто о них на страницах летописи нет информации, либо они умерли сразу же, либо как-то иначе, но вот 11 из 13 эта цифра весьма впечатляющая. Она говорит о том, что это было массовое явление, а коль скоро массовое явление, то, наверное, оно имело некое обоснование внутреннее. Еще раз подчеркну, князья заключали браки в Орде, князья совершали совместные походы, по крайней мере, в первое десятилетие после нашествия с татарами, скажем, вот теми же самыми ростовскими князьями, Борисом и Глебом, Васильковичем был осуществлен с татарами вместе поход на Яский город Дедяков, это Яский город, значит, Алания, Северная Осетия, которая к тому времени была уже христианизированной, она раньше Руси приняла христианство, то есть, русские князья совершали поход вместе с татарами, разоряя христианский город Дедяков, не языческий, отнюдь, да, и вернулись, как пишет летописец, с большой честью, с большим, значит, полоном, с большими, значит, трофеями, осуждения никакого нет, осуждения нет, наоборот, панигерическое описание вот этих вот историй, таким образом, я думаю, что описание геройского поведения просто выпадало из того стереотипа, вернее, из того поведения, которое реализовывали князья вот в этот момент. Ну, а что дальше? А дальше есть у нас история Куликовской битвы 1380 год, дальше есть история стояния на Угре, где-то примерно, вот точно можно зафиксировать, что где-то уже в 20-30-е годы 15-го века, то есть спустя пять десятилетий после Куликовской битвы, представление о функциях князя в условиях внешней агрессии формируется достаточно четко. Если взять одну из ранних редакций Жития Сергия Радонежского, описывающую эпизод, когда Дмитрий является заблагословлением к святому перед походом на татар, совершенно четко можно увидеть, так называемая вторая Пахомьевская редакция Жития Сергия, можно увидеть, что представление о князе как пастыре, обязанном защищать свое духовное стадо, уже к тому времени сформировалось. Господине, царю наш, русский, ты, если пастырь великому стаду всему христианству, подобает тебе пещица, то есть опекать свое стадо крепко и должен идти душу свою положить о нем, об этом стаде. И пойди, господине, царю наш, противу их, справду и так далее. Это как бы слова, которые якобы произносят Сергий Радонежский и Дмитрию Донскому. Князь как пастырь, князь, который не может уклониться от ответственности в защите. То же самое пишет в знаменитом послании на Угру Васян Рыла своему духовному чаду Ивану Третьему. Иван Третий колеблется, он не знает, сражаться с ардынским ханом или нет, никогда такого не было. Дмитрий Донской сражался все-таки с нелегитимным чингизидом, нелегитимным правителем, временщиком, узурпатором. А это все-таки законный хан Ахмат, царь в терминологии русских. Можно ли с ним? Вот Васян Рылы пишет, не можно, а должно. Ты пастырь, ты не можешь позволить ему расхищать свое стадо. То же самое история с Иваном Грозным, бегун и храняк. То есть, короче говоря, к тому времени, когда возникает повесть о разорении и резании Батыем, формируется иное представление о том, как должен себя вести князь. Не ездить на поклон, не жениться в Орде, условно говоря, не возвращаться с дарами и совместных походов с татарами, а бороться с ними, сражаться и так далее. Как формируется такое представление, это отдельная тема. Тут есть сюжет и религиозный, потому что татары к этому времени уже мусульмане. Здесь есть сюжеты геополитические, здесь есть сюжет, связанный с укреплением вообще Московской Руси. Мы сейчас об этом говорить не будем, но в представлениях того времени концепция поведения князя диаметральным образом меняется. И меняется представление о том, как это должно отражаться в литературе, в книжности вообще. Вот на этом фоне и появляется Евпатия Калаврата как герой литературного записанного, то есть, произведения. Это не единичный случай. Такие случаи встречаются, я могу несколько назвать таких моментов, но самые показательные, просто чтобы не занимать много времени, самые показательные связаны с Александром Невским, например. В этот же период, примерно в 60-е годы, 50-е, 60-е годы 16 века возникает редакция жития Александра Невского, приписываемой некому Василию Варлааму, который создаёт, на мой взгляд, удивительное произведение житийной литературы, потому что он совмещает в этом житии образ того Александра Невского, который был известен в житиях раннего периода, и образ Михаила Черниговского, князя, который реально ездил в Орду и погиб в Орде. Как это делается? Оказывается, согласно версии Василия Варлаама, Александр Невский едет в Орду, как и Михаил Черниговский, чтобы обличить прельщения, которые устраивают татары русским князям, обличить русских князей, которые покоряются татарам, и, желая получить от них власть, готовы идти на самые разные компромиссы с совестью, он готов погибнуть ради этого, оказывается, Александр Невский, и он приезжает туда, отдавая себе отчет в том, что если хан ему предложит осуществить языческий обряд, он лучше погибнет, чем сделает так, как велит ему хан. То есть он собирается поступить ровно так, как Михаил Черниговский, и ровно так, как реальный Александр Невский, судя по предыдущим его изводам в житии, никогда не собирался поступать. И тут случается невероятное. Хан считает, что Александр Невский такой замечательный человек, прекрасный, что он просто его не устраивает такого рода испытания. Он не ставит его перед дилеммой жизнь или смерть во имя веры. И получается, что и подвиг он совершает духовный, это же готовность к подвигу, это уже почти подвиг. Но при этом и не приходится реальную биографию князя переписывать, потому что известно, что Александр Невский в Орде не погиб. Он погиб по дороге из Орды, но это была смерть по причине болезни, а вовсе не потому, что его татары там казнили. Это, на мой взгляд, свидетельство того, что даже для такого человека, как Александр Невский, который давно уже введен в пантеон, давно уже канонизирован, в условиях 16 века нужна какая-то корректировка или, по крайней мере, какое-то объяснение того, как же он себя позиционировал по отношению к татарам. Как же так получалось, что он ездил в Орду и возвращался оттуда живой. И вот и появляется такая вот версия Василия Варлама, который соединяет в одном святом биографии, в житии одного святого биографии двух святых. А другой пример тот же самый упомянутый Борис Ростовский, сын убитого Василька Константиновича. Целый ряд памятников появляется, которые фактически этого человека дискредитируют в 16 веке. Что ему ставится в вину? Ему ставится в вину не поездки в Орду, как таковые, а ему ставится в вину то, что вместе со своим дедом, а дед у него Михаил Вселочерниговский, он не только сын погибшего от татар Василька, он еще внук погибшего от татар Михаила Черниговского. Что он, когда в 15-летнем юноше едет в Орду с Михаилом Черниговским, он возвращается живой оттуда. Ну, в ранних редакциях так и написано. Вот он съездил дедом, деда казнили, дед принял мученическую смерть, совершенно сознательно сделав выбор вообще говоря Христа, да, потому что тот тоже мог избежать этой жертвы, а он сознательно на нее пошел. Ну, а внук вернулся, ну, а что? Он внук вместе со свитой, потому что только Михаил и Боярин его пострадал, Федор, остальные вернулись, другим никакого вреда не было сделано. А чем дальше к 16 веку, а в 16 веке особенно начинается вот это вот обсуждение того, как это он выжил. И книжники 16 века цепляются за фразу более ранних житий о том, что вроде бы окружение уговаривало Михаила не идти на жертву, говорило, что ты поступи языческим образом, а мы тебя потом вернемся, отмолим, за тебя все-все-все грехи отмолим, ты, главное, останься целой. Михаил их с гневом, значит, их предложение отвергает, и вот такой рассказ потом в 16 веке трансформируется таким образом, что, оказывается, Борис Ростовский этот, на деле ему было 15 лет, но тем не менее по этим поздним памятникам оказывается, что он еще раньше принял прельщение татарски, еще раньше перешел в веру бессерменскую к язычникам, тогдашним татарам, реально не имевшую отношения, но для 16 века уже вполне проходящая гипотеза. Принял веру бессерменскую и всячески склонял, соблазнял, значит, своего деда, чтобы тот тоже совершил всяческие гадости, так сказать, с точки зрения чистоты веры, но тот, вот, и даже вот это прельщение не только от врагов татар, но и от вот этого своего внука, он не поддался, и это возвышает подвиг Михаила, но это, конечно, втоптует грязь князя Бориса, про которого в одном из произведений написано вообще «Друг дьявола». Я в какой-то момент в журнале «Родина», еще когда не было журнала «Историк», опубликовал статью «Друг дьявола, внук святого», потому что в лице Бориса сошлось как бы два вот таких вот обстоятельства. Он и внук святого, но и друг дьявола с точки зрения книжников шестнадцатого века. Ну и ряд других моментов происходят. Те же Владимирские князья, например, которые остаются в городе в изображении летописцев шестнадцатого века, меняют, что называется, свое поведение. В ранних летописях они хотят выйти за ворота и быть погибшими, убитыми, потому что невозможно противиться Божьей каре, так что и сопротивляться. А в шестнадцатом веке, скажем, в Никоновской летописи, они говорят о том, что мы должны с оружием в руках сражаться и погибнуть за святые церкви, за русскую землю и так далее. То есть они совершенно по-другому меняют мотивацию своей гибели. В первом случае добровольное заклание перед наступающей карой Господней, а во втором случае мы готовы умереть, сражаясь с оружием в руках, для того, чтобы не дать поругать вот те святыни, ради которых значит стоит умирать. Таким образом вот меняется совершенно представление должным и не должным, о том, как следует вести себя в этот период и меняются литературные формы осмысления вот этих вот поведений вот этих вот князей. Надо сказать, это вот я считаю очень важное наблюдение, та концепция истории, та концепция исторических персонажей, которые формируются в книжности 16 века, она в основном переходит потом в книжность более позднюю и в исторические произведения людей, которых мы называем уже первыми русскими историками. Скажем, Николай Михайлович Карамзин, он фактически, есть очень хорошая статья на этот счет одного из таких очень перспективных современных исследований Андрея Сергеевича Усачева, о том, что именно литература 16 века историческая сформировала фундамент для последующих исторических постояней, в том числе построения нового времени. Карамзин и вообще весь 19 век во многом концептуально питался конструкциями 16 века, естественно, их адаптировав, так сказать, исключив оттуда религиозный какой-то оттенок, попытавшись найти рациональное объяснение тем трактовкам, которые в 16 веке закладываются, но тем не менее, если говорить про евпатия Калаврата, конечно, его образ перешел через Карамзина в дальнейшую историографию и был всегда востребован, потому что что такое Карамзин, что такое история государства российского, это памятник, возникающий в эпоху отражения нашествия Наполеона, это памятник, возникающий в момент наивысшего патриотического подъема, который когда-либо существовал, вот именно как патриотический подъем модерной уже нового времени в России. Естественно, литература советская, она, так сказать, с 30-х годов тоже носит ярко выраженный патриотический характер, а уж после Великой Отечественной войны, тем более, читайте Наталью Кончаловскую, да, во славу первых партизан, там тоже Евпатия Калаврат оказывается востребованным, в первую очередь потому, что если вам нужно предъявить историю героической борьбы русского народа против иностранных завоевателей, вам фактически некого больше предъявить для эпохи Ордынского нашествия. Все остальное будет как какие-то маленькие фрагменты, какие-то сомнительные истории, как с Юрием Селдовичем, а это вот, пожалуйста, готовый герой, про которого многое что ясно и подвиг его запечатлен. Был ли Евпатия Калаврат реальным героем, был ли он вообще реальным персонажем? Ну, мой ответ на этот вопрос положительный, потому что я считаю, что презумпция виновности источника, который нам доносит имя человека героического поведения, а мы от этого отказываемся, говорим, что нет-нет-нет, поскольку второго произведения подтверждающего правоту первого нет, мы и верим в него, и мне кажется, этот подход на самом деле очень странный, он деструктивный, конечно. Я исхожу из того, что человек, который удостоился такой памяти, что и в 16 веке нашлись люди готовы записать рассказ о нем, судя по всему, он существовал, как его звали, Евпатий, Ипатий, настили он прозвище Калаврат или это дальнейшая придумка, это вопрос другой, это можно дальше разбираться, спорить, может быть, что-то отычит еще на этот счет, но оспаривать сам факт героического поступка мне не представляется возможным, думаю, что такой человек существовал. В этом смысле презумпция достоверности источника для меня, мне кажется, более значима, чем презумпция его недостоверности. Вот такой вот казус Евпатия Калаврата, он не столько казус самого Евпатия Калаврата, конечно, а казус исторической памяти о событиях того времени, которое имеет такую длинную протяженность и на самом деле достаточно непростую динамику. Спасибо вам за внимание. Друзья, может быть, вопросы у кого-то есть? Не, ну понятно, с точки зрения формирования патриотического воспитания или там патриотического образа, да, сейчас это понятно. А вот тогда вот эта летопись о сожжении Рязани, для кого она писалась? Тогда грамотных людей это было не так много. Кто был заказчиком вот этого документа? Поясе разорения Рязани? Да. Ну, смотрите, она вообще, это на самом деле не самостоятельное произведение. Есть цикл повестей о Николе Зарасском, это икона святой свидетель Николая, которая, значит, образ которой был в Зарайске. И, как бы, это история этой иконы на самом деле. Пять произведений, входящих в этот цикл и Поясе разорения Рязани-Батыем средняя из пяти, то есть третья по счету. Первый рассказ это о том, как икону везли на Русь. Второй рассказ о семье вот этого князя Федора Рязанского, жена которого потом с превысокого терема упала, сбросилась. Третий рассказ, собственно говоря, поясе разорения Рязани-Батыем и основной его части это Евпатия Калаврат. Дальше прославление церковных служителей, которые служили в этом храме у этой иконы. Поповское как-то там называется это прославление. И пятый рассказ это чудеса, свершившиеся вокруг иконы в связи с этой иконой. То есть этот цикл посвящен иконе. И внутри этого цикла есть рассказ, такая воинская повесть, как иногда это литидиатуры называют, центральной фигурой которой является Евпатия Калаврат. Но, судя по всему, связь с предыдущим отрывком через князя Федора, который до этого про него рассказывал, а потом и в повести про разорение Рязани рассказывается о том, как он ездил с посольством и о том, как его супруга с младенцем покончили жизнь. То есть это формальный ответ. Если говорить про неформальный ответ, то, конечно, мы не узнаем заказчика этого произведения, потому что очень мало информации об этом, даже от 16 века мало информации. Но это может быть установлено, например, в случае, если будут выявлены какие-то новые списки этого произведения. Это вполне возможно, это вполне нормальная история, этого можно, в принципе, ожидать и на это надеяться. Откуда появляется традиция записывания этого дела, пока, насколько я понимаю, такой ясности нет. А что касается грамотных людей, ну, конечно, что нет, вообще вся литература стала для тех, кто читал и писал. Поэтому, конечно, это очень ограниченный сегмент читателей и писателей, но вот в этом сегменте, в этой образованной части общества эти списки фигурируют, видимо, пользуются популярностью. Что об этом свидетельствует? То, что они видоизменяются, туда добавляются, то есть их не бездумно переписывают прямо один к одному, а их развивают творчески, что-то добавляется, что-то исчезает, то есть это такое живое произведение для 16 века. Вот. А для нечитающей части публики, я думаю, что это устное предание существует, и оно, еще раз говорю, видимо, существует, но если не до сих пор, то, по крайней мере, вот до того момента, когда существует традиционный крестьянский уклад, там, условно, до 30-х годов 20 века, до коллективизации, грубо говоря, вот до этого момента в Рязани, в Рязанских, значит, у ездах существует предание Евпатии, на которые уже влияет письменная традиция, но которые туда что-то свое добавляют. У меня, по-моему, с собой нет этого. Там есть очень занятные такие стишки, скажем, второй половины даже 20 века, ну, которые я бы даже назвал, ну, извините за выражение, с такими, они приблотненными какими-то элементами, то есть это народная культура уже 20 века, может быть, даже хлебнувшая и опыта сталинских лагерей, потому что там боты, так, значит, его, ну, цензурно, но четко прикладывают. Вот, так что это традиция живая, устная традиция живая. Вот. Еще есть вопросы? Есть у меня вопросы, если позволите. Вот вы, в сущности, сейчас в лекции такое, ну, достаточно последовательный такой источниковый анализ провели, а вопрос вот какой. А как вы относитесь к билетризации подобных сюжетов? Ну, если говорить про Эвпатия Калаврата, то билетризация там, пожалуй, самая мощная. Ну, самое известное произведение книга Яна, да, Батый, а вообще, начиная, ну, фактически с 20-х годов 19-го века и происходит билетризация, огромное количество поэтических произведений, у Языкова, например, есть Эвпатия Калаврата, у Сергея Александровича Есенина есть Эвпатия Калаврата, на мой взгляд, одно из самых бездарных произведений Есенина, но тем не менее есть. Ну, Кончаловская, ну, много, короче говоря, всего про Эвпатия написано, фильм теперь уже есть, да, легенда о Эвпатии. Мне, кстати говоря, очень нравится то, что фильм назван легендой о Эвпатии, то есть при всех недостатках, о которых средства массовой информации упомянули, надо дать должное авторам, что они в названии как бы продемонстрировали, что дают себе отчет о том, что они имеют дело с легендой, а не с тем, как было на самом деле. Ну, как билетризация, это важный элемент популяризации истории. Я за то, чтобы билетризация была, чтобы она была качественной, но если даже она некачественная, мы все равно не можем с этим ничего сделать. Понимаете? Ну, если людям интересно этот сюжет использовать в современной трактовке, это прекрасно, это значит, он живой не только с точки зрения устного предания, который, конечно, в эпоху модернизации 20 века уже канул в прошлое, другие носители, помимо устной, культуры есть. Ну, значит, новые носители книги, кино, компьютерные игры, не знаю, есть ли компьютерная игра, наверное, есть, или на подходе про Эвпатия. Это неизбежное явление, ну, значит, да, так должно быть. Спасибо огромное. Вот у меня такой вопрос, ну, он носит такой вот характер, мне просто любопытно. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из исследователей повести о разорении Рязани Батыим проводил какие-то параллели с западноевропейской литературой как раз вот позднего Средневековья с рыцарским романом и так далее. Вот по поводу, кстати, песни о Роланде. Потому что мне интересно, на основании чего помимо русской устной традиции, вот этой вот рязанской устной традиции возникла вот эта вот повесть. Просто любопытно. А вот каков, откуда вот эти сюжеты взялись? Ну, просто я лет 20 не брал в руки текст, поэтому я... Ну, на самом деле трудно сказать. Я, разумеется, посмотрел соответствующие кусочки песни о Роланде, чтобы оценить вообще эту параллель и думаю, что это, ну, на мой взгляд, это не более чем современный художественный образ. Потому что есть сюжет и он, понятно, что он переходит из разных... Вернее, не так неправильно сказал. Не переходит, а существует в разных литературных и устных традициях. Но связано... Является ли это одна традиция, которая переходит из разных мест? Я в этом, честно говоря, не уверен. Потому что все-таки жизнь, она гораздо богаче всех вместе взятых литературных традиций. И в жизни любого народа есть ситуация... Да и ладно там народа, даже в жизни любой местности какой-то конкретной есть ситуация, когда один человек жертвует собой во имя чего-то там, да? Тут не надо, чтобы рязанский книжник 16 века брал с полки песню о Роланде, перепер ее на родной язык, как сказано в известном фильме, и дальше, значит, создал некое подобие. Такого никосовского поклонства перед Западом, я думаю, в рязанской земле не было. Я думаю, что это просто сюжет, который в истории человечества неоднократно люди с ним сталкивались, да? И это иногда порождало желание дать литературный отклик, использовать это как художественный прием в художественном произведении. Поэтому, разумеется, ну, я, конечно, не специалист по Роланду ни в коем мере, на мой взгляд, там нет ровно счетом никаких параллелей. И не может быть, потому что совершенно разные истории, абсолютно разные люди, абсолютно разные мотивации на самом деле, ну, и много-много-много всего. Я уверен в этом, я уверен в этом, что это, конечно, устная традиция, которая в какой-то момент оказалась записанной, а дальше продолжала существовать как устная традиция, как письменная, которые соприкасались, потому что какие-то люди, носители устной традиции брали в руки это произведение, ага, там еще вот такая была, добавляли в устную, потом они пересказывали условно говоря, детям это перед сном, дети впитывали, и устная традиция жила уже такой вот жизнью, где не распутаешь легенду устную и легенду письменную, ну, и дошла в этой форме до наших дней. Ну, что ж, на этом мы, видимо, закончим. Большое спасибо, Владимир, удовольствие колоссальное. Ну, и я загляну в наш экран и предложу нашим зрителям не оставлять наш прямой эфир проекта Пластилин, и до новых встреч, всего вам доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...